Декабрь для жителей Читы выдался с испытанием от ресурсников. Компания «Теплоэнергосервис» решила закалить читинцев холодом. Этой теме глубоко как 8 лет. И до сего момента никто не принял соответствующего решения для того, чтобы переводить все дома, которые у нас имеются. А по реестру мы их уже выверили, их 46, 81 юридическое лицо и 12 социальных объектов. Пользует по договору котельную бывший сити-менеджер Владимир Заберин. С 2014 по 2016 годы занимал кресло Инны Щегловой в администрации города. Сегодня у Заберина более 40 компаний разных масштабов и видов деятельности с годовой выручкой в половину миллиарда. По совместительству Заберин владелица и компании «Теплоэнергосервис», которая повинна в замерзающих домах, присоединенных к котельной машзавода. Котельная досталась Заберину в исправном состоянии. Восемь лет он собирал с жильцов деньги. Когда ситуация стала без двух минут чрезвычайной, Заберин потребовал какие-то деньги. Еще. Мне пока непонятна позиция собственника «Теплоэнергосервиса», потому что за сети, которые, извините меня, не ремонтировались от слова совсем все эти восемь лет, определенную сумму финансовых средств требуют. Мне кажется, это не то, что неправомерно, это просто нецелесообразно. Как котельная досталась Заберину. История затемненная. Губернатор Ильковский в 2014 году сделал Заберина ситименеджером. В тот же год была организована компания «Теплоэнергосервис». Также Ильковский сделал своим советником Сергея Селезнева, который стал председателем совета директоров станкостроительного завода. А гендиректором машзавода становится брат Сергея Селезнева, бывший глава Чеченского района Николай Селезнев. При таких рокировках в духе 90-х котельную и отдали в пользование Заберину, а машзавод продали под абсолют. С тех пор много воды утекло, много станков ушло на металлолом, много труб сгнило. Вместо завода – магазин, вместо котельной – полурабочая кочегарка. Этой зимой в ситуации с замерзающими читинцами пришлось проявлять инициативу зампреду Алексею Гончарову. Более того, в разговоре со мной читинцы поделились своими наблюдениями, когда в домах холодно, ресурсник на один день начинает отапливать по нормам, затем отправляет слесарея для сбора подписи жильцов, что отопление восстановлено, а на следующий день температура опять опускается. Это очень серьезная история, такое поведение в отношении потребителей недопустимо. Подобный потребительский, чтобы не сказать хищнический стиль в управлении, Владимир Забелин проявил не только в Чите. Замерзающий Дарасун дополняет список. Во что превратили котельную саму? Она у нас была лучшая, мне кажется, по Забайкальскому краю, по чистоте, по порядку. А я не работаю уже третий год, и вот три года летом новые хозяева, доложу вам, ничего не делаю. На что надеются люди, не знаю. В период ремонтной работы никакие практически не велись, из-за отсутствия финансовых средств. То есть новый собственник, значит, не выделял средства на ремонт этой котельной. Вот в эти морозы должны работать два котла. Вот один котел там неисправен. Там погнута решетка, и постоянно клинит и клинит. Это надо делать капитальный ремонт этому котлу. Что касается вот этого первого котла, на котором они сейчас едут, так сказать. Он весь варен, переварен. И вот этот новый котел, он был предназначен для замены, значит, этого котла. Но я говорю, он куда-то ушел. Единственный выход – это молиться. Такая же история, как и в Чите. Годами Забелин пользовал котельную, превратив ее в очередную полурабочую кочегарку. Да еще и котел куда-то ушел. Причем внушительный список компаний, учрежденных Владимиром Забелином, явно указывает на то, что деньги есть, да не протез. Истинный, заслуженный предприниматель Забайкальского края. Ни городские, ни краевые власти итогового решения, что делать с кочегаркой Забелина, не придумали. Подобные ситуации обсуждают в Госдуме. Первый мороз 25 градусов, минут 25, наказал вас. Эта коммуналка может свергнуть кого угодно. И те, кто делают вид, что ничего не происходит, они глубоко ошибаются. И тут не минист виноват. Тут виноват тот подход, который реализуется. Коммунальное хозяйство должно принадлежать руководителю города и района. Он не имеет права со стороны смотреть и звонить куда-то в Австрию, где сидит этот хозяин упырь и не хочет ремонтировать. Вы правильно говорите. Где-то надо решать эти вопросы, в том числе через возврат в государственную собственность, теплосетей и генерации. Национализация, конфискация, реквизиция – страшные слова для ресурсников. Но пока им не холодно, не жарко, а менять подход с Забелинами надо. Я бы хотела обратить внимание присутствующих еще и на инвестиционные программы тепло-энерго-водоснабжающих организаций. Это не концессия. Это, как правило, компании-монополисты в своих городах. И их инвестиционные программы, то есть их планы по реконструкции, по обновлению сетей, замене и так далее, уже заложены в тариф. И каждый житель России каждый месяц эту инвестиционную программу финансирует из своего кармана, то есть оплачивает за коммунальные услуги. Снова повторю. Средства инвест-программы заложены в тарифы, оплачены. И такие низкие выполнения показателей инвест-программ, прежде всего, с отсутствием ответственности за их неисполнение. Ну, неправильное планирование понятно, но сегодня законодатель, то есть мы с вами, не предусмотрел никакой ответственности, обязанности регулирующих организаций по выполнению мероприятий того, что они на себя взгрузили и за что деньги собрали. Нет даже административной ответственности за невыполнение инвестиционных программ. Мы, значит, вносим законопроект, который дополнительно защитит права граждан в случае непредоставления или некачественного предоставления коммунальных услуг, даже если за один день. Но мне будут парировать, что население не платит, неплатежи по отдельным регионам составляют там сколько процентов? Ну, несколько десятков процентов. Но вы знаете, народ же не зря грустно аббревиатуру ЖКХ расшифровывает, как живите, как хотите. И если вы считаете, что вы оказали нам услуги, то считаете, что мы за них заплатили. А вот в Подольске церемониться не стали. Ситуация с замерзающими жителями один в один, как у нас. Разница в том, что заупавшие показатели градусников в домах Подольска арестованы замглавы администрации города и гендиректора завода, на территории которого находится неисправная котельная. Более того, Владимир Путин вызвал на ковер губернатора региона, и теперь завод с котельной будет национализирован. А что же у нас? Жители жалуются на холод. Заберин требует какие-то деньги за переступку права собственности. От проверок по факту нарушения прав замерзающих граждан ни от Алексея Гончарова, ни от следственных органов за Байкалье новостей нет. И, скорее всего, не будет. Проверка по распоряжению Бастрекина идет уже больше месяца. А еще через месяц уже и весна, которая вряд ли что-то покажет. Вячеслав Бархницкий и Иван Корнёв. ЗАПТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова